Доверчивые сотрудники ГИБДД превратили законопослушного водителя в пьяницу за рулем. Евгений Виноградов работает водителем в Павловском водоканале. За более чем 10-летний стаж вождения у него никогда не было серьезных нарушений. И вдруг ему приходит повестка в суд о лишении его прав за вождение в нетрезвом виде. Однако на суде выяснилось, что пил за рулем совершенно посторонний человек, но прав лишают именно его. Смотрите, пожалуйста, подпись. Это ваши подписи? Нет. Подписи не ваши? У нас работал на работе токарь. Неделю работы, две недели пьет. Этот человек меня подставил и назвался моим именем. Установили гаишники. Вот, брат, а ты пьяный? Он говорит, пьяный, пьяный, что я пьяный? Он говорит, давай фамилию, мы сидим в одной деревне. В общем, назвал мою фамилию. И они на основании его слов открыли базу данных и нашли там в деревне один, я такой. Все списали в протокол и все. Ты говорил, что я виноград. Не бойся, я тебя не бить, ничего не буду. Что ты боишься? Было дело, скажи только, и все. Вопрос вот в чем. Ну, было, да. Было? Было, да. Сказал, винограду живу, лапти. Да? Ну, да. Так получилось, что перепутали человека, и теперь обвиняется того, кто невиновен, на самом деле. Так получилось. И присмотрим, пожалуйста, там. Ну, похож на того человека, который восстанавливал, который был въем. Я не буду ничего говорить. У него должен паспорт спросить, как его фамилия, а что они не спросили? Мировой судья постановил прекратить производство по административным делам, довести о выявленных нарушениях. Та, сведения начальника МНО МВД Павловский, Нижегородской области, Шубина, в целях принятия конкретных мер по устранению нарушений ВДПС, ГИБДД, НОМ, МВД Павловский. Сотрудники полиции после проведения служебной проверки будут привлечены к дисциплинарной ответственности, в соответствии с законодательностью, если будет доказано их неправомерные действия. Да, довольны. Все вышло в нашу сторону, что мы оправдали. Конечно, мы рады, что как бы все в нашу пользу, и что мы оказались на самом деле, доказали свою невиновность. Кстати, несмотря ни на что, сотрудники ГИБДД намерены все же вычислить истинного нарушителя и установить его имя, чтобы лишить прав уже нужного человека.